Всем привет, мои дорогие! Меня зовут Елена Голан. Добро пожаловать ко мне в гости. В этом видео я вам расскажу про тренды в аксессуарах, тренды в деталях. То есть это будет небольшой список маленьких элементов, маленьких аксессуаров и деталей, с помощью которых вы сможете сделать даже самый свой банальный образ трендовым и актуальным. Итак, начнем. Напомню лишь о том, что, как всегда, во всех моих видео я подготовила для вас инфобокс. То есть все вещи и все предметы, о которых я буду говорить в этом видео, на все эти вещи есть ссылки в инфобоксе. Итак, вещь номер один, трендовый элемент номер один будет касаться нашей укладки. Это заколка в волосах. В этом сезоне и в этом году заколки у нас везде. Особенно это красиво смотрится на длинных волосах или хотя бы на волосах средней длины. Конечно, этот тренд начал хайповый модный дом Гуччи, который сейчас является автором многих и многих трендов. Но если вы себе не можете позволить заколку Гуччи, которая, скажем так, мягко говоря, стоит немало, вы можете взять и любую другую заколку и носить ее обязательно асимметрично с одной стороны. Это может быть одна заколка, украшенная имитацией жемчуга. Такие заколки смотрятся особенно актуально. Или вы можете эти же заколки носить по две штуки с одной стороны. Главное, чтобы в образе присутствовала модная и современная асимметрия. Эти заколки мы носим ровно с одной стороны. Вы можете сделать практически любую укладку. Если вы любитель более аккуратных, правильных укладок, вы можете и выпрямить волосы и небрежно заколоть такую заколку с одной стороны. Если вы любитель объема, если вы любите более, ну скажем так, естественные укладки, то вы можете, к примеру, создать небольшую волну, создать легкие локоны и надеть эти же заколки с одной стороны. Кстати, вы можете сделать и аккуратные ретро-волны, столь трендовые, столь женственные, красивые ретро-волны, и точно так же использовать две заколки с одной стороны. Ну и еще проще, вы можете просто взять классические невидимки с небольшими камушками, к примеру, это может быть, и использовать две-три невидимки с одной стороны. Или, кстати, это могут быть и цветные невидимки. Вот это самый простой трюк, который не будет вам стоить больших денег. Купите цветные невидимки, подберите их, к примеру, или к украшению, или к цвету помады, или к чему-то, что присутствует в вашем образе. И вот такой простой трендовый элемент, вот такое простое украшение принесет нотку актуальности любому, даже самому скучному образу. Следующий момент, и тоже из разряда украшения, это объемный обруч. Прежде всего, мы здесь говорим о трендовом объемном обруче, который добавляет небольшой объем сверху над головой. Часто они бывают выполнены из бархата. Интересно будут смотреться черные ободки на светлых волосах, на блондинках, и наоборот, какие-то яркие цветные на брюнетках. Не стесняйтесь носить такие ободки не только с женственными платьями, но и с обычными костюмами, или особенно актуально будут эти ободки смотреться в вечерних нарядах. Так что мы с вами как раз сейчас находимся в преддверии различных новогодних рождественских праздников. Если вы не знаете, как украсить свой образ, подумайте о том, чтобы купить вот такой трендовый объемный ободок. Ну а если вы стесняетесь носить нарочито объемные ободки, тогда вы можете взять и обычный классический ободок, который точно есть у вас дома, и надеть его. Кстати, тоже будет очень интересно и трендово смотреться два одинаковых тонких ободка, которые вы одномоментно наденете на голову. Третий трендовый элемент, третий тренд в деталях – это кожаный ремень. Кожаные пояса присутствуют практически везде. Мы их носим и поверх своих любимых классических жакетов. Причем я говорю больше не про стандартный классический кожаный ремень, а кожаный ремень с некоторой изюминкой, немного необычной. Мы их носим поверх жакетов. Это уже стандартный модный ход, я бы так сказала. И, что самое интересное, мы их носим и поверх своих любимых пальтов. Вот такой вариант смотрится особенно актуально. Причем подбираем кожаный ремень, который, ну скажем так, нарочито отличается от пальто. То есть не нужно подбирать такой ремень, который будет по цвету сочетаться или по каким-то другим характеристикам. Это должен быть обычный кожаный ремень, который мы надели поверх пальто. Если мы говорим с вами непосредственно про трендовые пояса, трендовые ремни, то пояс номер один, трендовый ремень номер один – это ремень с длинным хвостиком. Не знаю, как правильно выразиться, но это когда мы надеваем ремень, который имеет нарочито удлиненный хвостик. Практически полностью весь человеческий рост. Вот такие хвостики – это, наверное, самая часто встречающаяся деталь ремня. Она смотрится абсолютно трендово и актуально. Стильно будут смотреться тканевые ремни с принтом, с логоманией, с какими-то напечатанными элементами. Или это может быть обычный тканевый ремень. Или это могут быть и кожаные ремни, тоже вот с такими удлиненными хвостиками. Вы, наверное, вспомнили мой кожаный ремень бренда «Изабель Маран». Я вам его несколько раз показывала в своих предыдущих видео. Сейчас продается точно такой же, но в укороченном варианте. То есть тот, который не три раза поясывается вокруг модели, а один раз. Но имеет такой же нарочито удлиненный хвостик. Еще есть интересные модели от высоких брендов, таких как, например, «Луэва» или «Клоэ». Эти ремни, эти кожаные пояса больше похожи на корсеты, формообразующие элементы. Такие пояса – это абсолютный тренд. И да, они стоят немало денег, но эти пояса, эти ремни стали, скажем так, «ит» вещами текущего сезона. Кстати, в этом году мы даже пуховики стали опоясывать. То есть вы можете взять свой обычный любимый старый пуховик, объемную куртку, и просто подобрать к ней ремешок, подобрать к ней цветной пояс. Если вы не знаете, какой по цвету подобрать, или у вас нет возможности подобрать цвет и пошить пояс к своему пуховику, то вы можете просто взять и обычный кожаный ремень и носить его поверх пуховика. Этот тренд особенно понравится всем девушкам песочным часам, или просто всем девушкам, у которых есть ярко выраженная талия, которые любят ее подчеркивать. Следующее модное явление, следующий модный тренд – это несколько подвесок, несколько жерелев в один ряд. Особенно это будет актуально, если вы любитель джемперов с V-образным глубоким вырезом, или просто вы любите носить рубашки, которые открывают вашу зону декольте, зону шеи. Тогда обязательно носите как минимум несколько скромных подвесок в виде монеток. Это абсолютный хит уже нескольких сезонов. Такие колье стали популярными лет 5 назад и до сих пор выглядят очень стильно и очень трендово. Просто 2-3 цепочки с подвесками в виде монеток. Если вы хотите шагнуть немного дальше, немного углубиться в тренды, то тогда колье из ракушек – это абсолютный хит сезона. Они были популярны прошлым летом и точно так же перетекли и в холодный зимний сезон. Кстати, особенно интересно будут смотреться на полностью черных образах вот такие элементы, потому что когда мы уходим в полностью черный аутфит, хочется немного поиграть с фактурой, с аксессуарами, с элементами. И вот тогда такие цепочки, такие элементы и украшения будут абсолютно незаменимой вещью. Дальше еще один элемент, про который сейчас говорят все и который является трендом номер один холодного сезона. Мне нравится, что это уличный тренд, что это тот тренд, который живет непосредственно на улице. Итак, это ажурные разноцветные колготки. Самая простая вещь для того, чтобы разукрасить даже самый скучный образ – это добавить ажурные колготки, колготки в горошек или цветные колготки. Любые варианты колгота, которые обращают на себя внимание, являются трендом. Если вы не любите привлекать внимание к нижней части своего тела, к примеру, вы считаете, что вы недостаточно худенькая, недостаточно тонкие и модельные ножки имеете, тогда вы можете схитрить и просто надевать, допустим, какую-то юбку с разрезом, которая будет проявлять всего лишь один небольшой кусочек ажурных колготок. Или, кстати, еще один тренд – это колготки логомания, то есть колготки с принтами или узором в виде известных логотипов. Это тоже абсолютный хит сезона. Конечно, такие колготки, особенно если мы говорим про Gucci или Fendi, стоят уж совсем немалые деньги. Но не обязательно говорить про такие великие бренды, вы можете и просто использовать обычные ажурные колготки. Кстати, если мы говорим про цветные колготки, то уж тем более всем любителям черных образов, всем любителям черного гардероба посвящается купить себе одну единицу цветных колготок, пускай это будут красные колготки, и носите их так, чтобы они слегка были заметны. Кстати, цветные колготки вы можете подбирать и под цвет юбки, или в целом как-то хорошо сочетающиеся с образом, или это может быть, как я уже сказала, полностью черный образ, и какой-то яркий цветной акцент в виде цветных колготок. Ну и мой любимый трюк – это когда мы ажурные или цветные колготки носим в виде носков, то есть когда брюки слегка укороченные, ботинки слегка заниженные, и открывается небольшая щелочка, в которой видны ажурные или какие-то интересные колготки. Это такой маленький тренд, который прибавит изюминку любому образу. Кстати, трендовые леопардовые колготки являются точно так же абсолютным хитом. Если мы с вами говорим про то, где покупать, то я точно видела у Кальзидони очень классные леопардовые колготки, когда на черном полупрозрачном фоне есть небольшой узор леопарда, есть эти же колготки у бренда Вулфорд, если вы любитель более люксовых вариантов. Ну и последний элемент, я вам уже про него рассказывала, это то, что не будет вам стоить ничего, просто поднятый воротник водолазки. Это такой абсолютный хит, это такой штамп, по которому мы узнаем фэшн-блогера, и я считаю, что вам стоит воспользоваться этим трюком, потому что, во-первых, это согревает нас, оставляет нашу зону декольта и шеи в тепле, а во-вторых, это прибавляет нотку трендовости. Когда я говорю тренд и говорю фэшн-блогер, я имею в виду лучших фэшн-блогеров мира и тренды, которые являются уникальными. Я никогда вам не рассказываю про тренды, которые носят все подряд, которые вы видите на улицах, как какое-то массовое явление. Я вам рассказываю только про те тренды, на которые стоит обратить внимание, которые будут вас удерживать в зоне уникальности. Но в то же время будут говорить о том, что вы в курсе модных явлений. Я надеюсь, это видео было для вас полезным, и вот такие маленькие штрихи, маленькие детали смогут вам помочь составлять более трендовые и актуальные образы. А я лишь напомню о том, что в инфобоксе я для вас подобрала полезную информацию, все вещи, о которых я говорила в этом видео. На все вещи я оставляю ссылки в инфобоксе. Я вам пожелаю предновогоднего настроения и солнечного дня. Всем привет, мои любимые! Добро пожаловать ко мне в гости на канал. А сегодня мы с вами говорим о моей самой любимейшей теме. Итак, цвета и цветовые сочетания. Если вы хотите добавить немного ярких красок в свой гардероб и не знаете, как это сделать, то оставайтесь со мной. Это видео будет вам полезным.